В Орленке завершилась смена профильной техноотряды UrbanSkills. Ее участниками стали 150 детей из Москвы и Московской области. Все они победители, призеры и участники региональных, национальных и международных чемпионатов WorldSkills Russia, конкурсов и олимпиад по предметам естественно-научного направления. В детском центре ребята посещали занятия и готовились к сдаче демонстрационного экзамена. Леона Коблева расскажет, как это было. Смена начинается с торжественного открытия, где ребята знакомятся подробнее с программой, предстоящими событиями и специалистами, которые будут передавать свои знания. В течение трех недель участники пройдут обучение по семи компетенциям – интернет-маркетинг, рекрутинг, технологии информационного моделирования, аддитивное производство, инженерный дизайн, монтаж и эксплуатация газового оборудования, цифровая метрология. Лично я выбрала интернет-маркетинг. Естественно, если я буду продвигаться в этой сфере, то дальше я смогу найти работу, и я уже точно знаю, чего я хочу, к чему я стремлюсь. В динамично меняющемся мире любому школьнику, который сейчас учится, в течение жизни придется менять профессию, потому что меняется окружающая среда. И вот этот первый шаг в получении каких-либо компетенций позволит им это сделать легко и быстро. Профильные техноотряды – это возможность получить практический опыт в различных компетенциях и уже в юном возрасте погрузиться в будущую профессию. На занятиях по эксплуатации газового оборудования ребята готовятся к сборке плиты. Даже в будущем, когда во взрослой жизни, я смогу самостоятельно обустраивать свою кухню, обустраивать газовую плиту. Это лампа в форме человечка, которая собрана из разных видов газовых труб. Сверху у неё находится манометр. Здесь, в левой руке у неё будет находиться патрон, в которой будет вставляться лампочка. В дальнейшем будут подсоединяться провода и будет подключаться лампочка, что и, собственно, мы покажем на демонстрационном экзамене. Не скучают без дела и те, кто занимается цифровой метрологией. Здесь ребята работают с измерительным оборудованием. Перед тем, как детям давать сами основы компетенции, я даю им базовую основу материаловедения, технической графики. В принципе, все те знания, которые могут применяться в машиностроении, в том числе и теорию изготовления. На этой смене есть у нас видеоизмерительная машина и ручной измерительный инструмент. Порядка девяти видов. Собственно, дальше будет предоставляться им чертёж. И по этому чертежу им нужно проконтролировать каждый размер. Компетенция BIM-моделирования. Ребята создают чертежи будущих одноэтажных и двухэтажных дачных домов и их 3D-детали. Я думаю, что мне этот опыт пригодится. И я ещё решу стать BIM-программистом. Это как один из кандидатов на мою будущую профессию. На занятии компетенции «Инженерный дизайн КАД» ребята с помощью компьютера знакомятся с конструкциями и в специальной программе пробуют самостоятельно собрать схему изделия. Компетенция развивает базовые навыки будущих конструкторов. Из практически всех отраслей промышленности, возможно, за исключением химических инженеров-конструкторов, там какие-то свои особенности есть. Автомобильная промышленность, среднее тяжёлое машиностроение, ракеты космического отрасли – это всё будущие инженеры, которые сейчас готовятся по компетенции «Инженерный дизайн КАД». Впереди у ребят серьёзное испытание, демонстрационный экзамен, после которого многие смогут участвовать в чемпионате WorldSkills Russia. В онлайн-формате ребята смогли получить ответы на вопросы о чемпионате от представителей национальной сборной. «Мы встречались с участниками и с победителями национальных чемпионатов WorldSkills Russia. Предстоящий экзамен, на самом деле, очень сильно меня волновал, потому что до этого я в этом никак не участвовал. И слова, они очень меня так взбодрили и дают хорошую надежду сдать успешный экзамен». Финал смены, которого ждали все участники – сдача экзамена. Здесь важно сконцентрироваться, побороть волнение и показать все свои знания, полученные за три недели в «Орлёнке». «И ряд крупных корпораций и компаний принимают данный результат при дальнейшем трудоустройстве. То есть сейчас уже в возрасте 10 или 11 лет, по сути, ребёнок формирует своё уже будущее профессиональное портфолио». По результатам демонстрационного экзамена, кто успешно его сдал, получает «Skills Passport», что в будущем даст возможность уверенно применять свои знания на рынке труда. Всем ребятам также вручают сертификат участника. «Я считаю, что, во-первых, это важно для меня, что я справилась, я поставила эту цель, я её выполнила, достигла своих мечт, целей. А в будущем, я думаю, мне это очень поможет, ну, куда-нибудь поступить, а участвовать дальше в WorldSkills, как в Junior, так и уже, может быть, российский, международный. Думаю, у меня всё получится». «Одарённые ребята, которые получили наибольшие баллы в демонстрационных экзаменах, теперь в дальнейшем будут иметь право на получение гранта. То есть школьники, которые придут в колледж, они будут получать ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, а также приоритетное право на получение единоразового гранта правительства Российской Федерации. Я думаю, что это ещё больше замотивирует ребят к тому, чтобы принимать участие в этой программе, развивать свои компетенции и, безусловно, идти дальше».